И ведь, ребята, транспортируют Дэнни в садик. Где-то там он спрятался. Не видно Дэнни. Держит крепко пакет. Там запасная одежда. Вторые варежки. Время 7.30 утра. На улице свежо очень. Смотрите, какое розовое небо нас преследует все последние дни. Почему бы это? Розовые закаты. Красиво, очень красиво. Я уже сижу на кухне с кружкой чая за работой. У меня тут компьютер. Буду сидеть, учиться, учиться, учиться. Пока Дэнни в садике все это время сидеть, работать. Скоро будет рассвет. Приоткрыла себе окошко. Буду встречать рассвет. Это делала вчера. Вторник, среда, когда я не учусь, не езжу в универ, вот сижу, делаю дела своим диплом. Егор сейчас спит сладко. Но надеюсь, что тоже мне скоро составит компанию. Проснется, мы пойдем завтракать. Вуаля! Смотрите, что мы с Егором сделали. Мы сделали перестановку. Сейчас вот еще буду наводить порядки. Вот так вот у нас получилось. Поменяли спальную зону с игровой. Если вы заметили, мы довольно часто делаем перестановки, но относительно часто любим в этой маленькой студии нашей что-то менять, как-то мебель двигать, что-то новенькое пробовать. У нас было уже, наверное, не знаю, это пятая перестановка, шестая. Постоянно мебель туда-сюда перегоняем. Вот на этом диване мы спим. Диван из океи. И планируем, в будущем, конечно, купить кровать. И вот сейчас тоже буду разбирать одежду. Буду застилать постель. Хотим все-таки, чтобы Дэнни у нас спал большую часть у себя в кроватке. Потому что в такой маленькой квартире, конечно, ребеночку хочется к родителям поближе. То есть он видит, что мама с папой тут рядышком. Отдельной комнаты у него нет. Поэтому он к нам. Приходит довольно часто. Ну, в принципе, мы не против, конечно, но будем потихоньку все-таки его мотивировать спать здесь у себя. Так что вот так вот, ребята. Сейчас уже, кстати, Егор с Дэнни придут. И мы пойдем все вместе обедать. Кто это? Спрятался! Кто там спрятался? Заходи. Смотри, у нас сюрприз для тебя. У нас же для тебя сюрприз. Да не смотри. Открывай глаза. Где садики? Ты в садике был? Да. А мы тут с папой, смотри, что делали. Мама, ты ел порядки. Ого, порядки, правильно. Мама с папой. Тебе нравится? Да. Сейчас пойдешь смотреть свою игровую зону. Да. Да, там тебе столько места выделено. Машинки. И машинки там твои. Снимай, снимай, снимай. Скорей. Пойся. Давай. Все хорошо у тебя? Да. Ты гулял в садике? Я съел лед. Лед съел. И вкусно было тебе, да? Нет. Нет, не вкусно? Нет. А зачем ты его ел? Что? Просто так? Да. Ну, молодец. Ясно. Ну что, как тебе? Мам, я сейчас еще тончлен. Ага, да. Я сейчас буду еще мыть твой ковер. Вот. Глобальные порядки. Дэнни поменяли штаны. Смотрите, какой он разноцветный. Это лис. Лиса? Ага. Иди к папе. Иди к папе, залез на диван. Вот у тебя тут сокровищ-то. Ага. Уже складывать некуда. Опа. Ну вот как. Много места теперь. Ку-ку. Ку-ку. Чего? Дай скоблинку. Вот тут вообще. Мы собрались воевать к родителям Егора. И Егор поедет на дом. И с Дэнни. Один на другой. И она такая, себя залезенеем. Все, я в кошмар. Егор помогает мне скребать. Сейчас уже, наверное, будет готово и можно будет ехать. Спасибо, бабушка. Пойдем смотреть на подарки. Спасибо. Подожди, можно включить. Включи. Дай, солнышко, одень. Это холодный, полочим. Ничего себе. Ой, такое мы любим. Ух ты. Ты сказал спасибо? Бабушке. О, такое мы любим. Ух ты. Мамочка вот так. Риская. Маселенькая. А, тут Мося лежит. Маска, Маска. Нет, это величие. Вот они тебе пасные. Маме отдаем. Или папе. А мама Егора здесь, в комнате, уроки делает. Финские, видите? Соленместери 4. Что-то там пишет, да, Даня. Ну как. Да. Норо. И что, улезает? Ну не знаю. Надо 3 уровня сделать. Как только иди. Дохло. Давай лучше. Давайте еще дохлее. Давайте мы вот сюда, Лошка. Вот какая тут красота. Домашний тортик. Сейчас Дэнни увидит. Нет, пока еще не увидит. Ему хорошо. А вот мы тут. Новогодние. Кстати, ребята, вчера вечером я увидела, что в Инстаграме появилась наконец-то функция онлайн. Прямая трансляция. Я ее ждала 3 месяца. И вчера увидела, быстренько вышла в онлайн. А у нас было 9.30, а по-русски было 10.30. И даже несколько человек подключились к нам, посмотрели. Я буквально выходила на 3 минуты, сказала всем привет. Потом собирались спать. Потом очень классно. И, кстати, на этой неделе Инстаграм по всему миру, по всему миру он вот эту функцию открывает. До этого было всего нескольких странах. Где-то странно, 7, наверное. Канада, Америка, Франция, еще какие-то. И сейчас вот до нас дошла Финляндия. И думаю, что до России, может быть, в середине, в конце недели, в общем, тоже дойдет. Очень классно. Кто хочет, выходите тоже онлайн. Будете и нас смотреть, и своих друзей, знакомых тоже смотреть. Очень классно. Я ждала долго очень. А вот забыл добавить. Но в отличие от сториз, прямые трансляции в Инстаграм и считают сразу же после завершения. То есть мы с вами пообщались, поболтали. Я выключила все, и все исчезло. То есть не сохраняется в течение 24 часов, как в сториз, фотографии, видео. Не знаю, такой плюс или минус, смотря кому как. Не, не скрываю. Ну, вообще. Смотрите, какие красивые нам новые стаканы купила. Ярко-розовый и ярко-голубой. А то неудобно, когда те грязные, в посудомойке не с чего пить. Ну, в стаканах не очень интересно нам вот купила. Они стоят 2 евро каждая. И вот Егор сейчас сделал нам там бананы, манго и какой-то заморский фрукт. Потом у него узнаю, подпишу, забыла. Нам дали Егору какие-то заморские фрукты интересные из Таиланда. И Егор вот туда его добавил. Слушайте, представляете, у нас недавно сломался этот блендер. И мы не могли совершенно крутить, крутить ручку в разные стороны. То есть, представляете, крутить и просто вот он стоит на одном месте с трудами, если прилагать усилия. И знаете, просто вот боясь все свернуть, сломать, можно было повернуть. Мы собирались отправить его в ремонтную службу, в магазин. То есть, вернуть, чтобы они там сервис ремонтировали. Но Егор пошел сейчас попробовал, и оно вдруг заработало. В общем, очень интересно. Так что, пока, видимо, она никуда не поедет. Привет! Привет! Навела я порядки, постель застелила. Вот сейчас у меня подсуда мойка шумит, посуду моет. И хочу с вами немножко пообщаться, посидеть, отдохнуть. В прошлом видео я, когда упомянула про карты желаний, очень здорово, что вы, многие, отозвались и сказали, что карта реально работает. Я этому очень-очень рада. Буду ее делать вот на выходных. И почти уже картинки все собрала. Правда, подумала, что не буду, наверное, карту никому показывать. Пусть это будет таким личным. Я лучше с вами потом поделюсь, когда желания мои исполнятся. Я с вами поделюсь. Будет очень интересно посмотреть, что исполнилось, что нет. Хочется, чтобы исполнилось очень-очень многое, потому что накопилось что-то желаний довольно много. И вот надо работать над желаниями. И думаю, что все у меня обязательно получится. А еще был такой комментарий рассказать поподробнее про мой диплом, как я его писала, какая у меня тема диплома, как я собирала материал и все, что связано с дипломом. Я с удовольствием с вами поделюсь, потому что эта тема для меня такая будоражащая. И сегодня я наконец-то завершила свой диплом. У меня он лично занял три месяца и три недели. Хотя я планировала даже написать его пораньше, то есть максимум за три с половиной месяца. Но вот то, что Дэнни заболел у нас в начале января, это, конечно, ну вот недельку, да, на неделю мне затянуло. Но это ничего страшного. Я очень-очень рада, все написала. В пятницу у меня будет последний третий семинар с другими двумя студентами, которые также пишут дипломы. Мы там будем обсуждать. Это уже заключительный семинар. Хотя ребята не написали еще свои дипломы. Но будем обсуждать то, что кто на каком этапе, на какой стадии находится, то и будем обсуждать. Я закончила, поэтому привет. Привет. Я буду делиться с ребятами, с преподавателями уже тем, что я узнала, тем, что я... Какие выводы. Привет. Пока есть какой-то красавчик. Надо тебя помыть. Ой. Расскажу сейчас вкратце, как в нашем университете происходит процесс написания диплома. И потом уже переключусь на себя, расскажу, что у меня за тема. И как вообще происходило написание диплома у меня. Первое, что должен сделать студент, он должен выбрать тему диплома. Он должен ее сам придумать. Никто к вам не подойдет, не скажет, пиши вот это или делай вот это. Все должен делать сам студент. И поскольку свобода выбора такая большая, то многие студенты, они, конечно, теряются. Они не знают, на какую тему писать диплом. Они мечутся туда-сюда. И процесс написания диплома занимает у них больше времени. Потому что вот им надо время определиться, собраться с мыслями. Но те люди, которые знают, что они хотят, они довольно быстро находят для себя тему и идут, пишут диплом. В нашем университете довольно настойчиво рекомендуют искать компанию, для которой вы будете писать диплом. То есть написать диплом просто так, вот на какую-то тему можно, но нам намекают, что пятерку вы за такой диплом не получите. Поскольку мы активно сотрудничаем, работаем с компаниями, как я уже много раз говорила во влогах, то и написание диплома очень-очень-очень рекомендуется, при написании диплома, рекомендуется сотрудничать с компанией. То есть и студент что-то новое узнает, проведет исследование, и для компании что-то сделает. А не просто так, что-то такое, знаете, абстрактное. Но, конечно, студенты так некоторые делают, пишут. Просто тема какая-то им нравится, они идут и пишут. Но поскольку я хотела пятерку, я правда не знаю, что я получу. Ну, понятно, что как минимум четверку, но четверку я рассчитываю. Посмотрим уже как-то, ну, у меня довольно такая своеобразная преподавательница попалась. Вроде бы, знаете, при общении с ней все хорошо, ты делаешь все правильно, а потом в итоге оказывается, что на самом-то деле тебе там бух кому-то и тройку ставит. Ну, то есть это не про меня, конечно, но очень-очень много таких отзывов о этом преподавателе. Поэтому ты даже не знаешь, что ожидать. Вроде все нормально, а потом все уже... Оценка совершенно не отражает того, что было во время процесса обучения, во время общения с преподавателем. Даже твои успехи, вроде ты думал, все хорошо. Хорошо. Поэтому даже не знаю, что будет. Ну, в общем, я... Знаете, как меня что еще мотивировало? Мы с Егором встретились с преподавателем. Совершенно другую тему. У нас была встреча, он там просил нас кое-что сделать. И тут я задала какой-то вопрос по поводу написания диплома. Я еще планировала осенью приступить к этому делу. И он вдруг говорит, а вы знаете что, я как раз веду курс по... Помогаю студентам собраться, такое, знаете, вступление, вступление к написанию диплома. Помогаю с содержанием, с буквально первыми какими-то такими моментами. И он говорит, хотите я вас запишу на этот курс? Я даю вам три кредита за этот курс. Мы такие все говорят, ну ладно, хорошо. И потом оказалось, что надо же ходить на... Там были индивидуальные занятия по времени, сам выбираешь. И надо было ходить, встречаться с преподавателями, обсуждать. И вот это меня и мотивировало, что надо скорее искать тему для диплома, начинать весь процесс. И та тема, на которой я написала диплом, это была третья тема. То есть у меня до этого было уже тоже две темы, я тоже металась какое-то время. Но поскольку мне нравится тема маркетинга, а учимся мы по специальности международной продажи и маркетинг, я поняла в прошлом семестре, что меня больше интересует маркетинг. И также, поскольку я веду свой блог на ютюбе, в инстаграме, меня, конечно, заинтересовали социальные сети. И я решила посидеть, подумать, что же можно сделать, на какую тему. Сидела-сидела, думала и потом придумала. Надо найти какую-то компанию и проанализировать ее активность, деятельность в социальных сетях. В общем, так я и сделала. Я нашла сторонний сайт, ресурс, который мне помог проанализировать деятельность нескольких компаний финских. И я остановила свой выбор на Рейме. Рейма – это очень крупная финская компания, которая производит одежду, обувь для детей. Мамочки из России, я знаю ее, очень многие знают, любят. И не только в России, она по всему миру. Она продается, наверное, в странах, может быть, 20. То есть, довольно известная фирма за пределами Финляндии. Я увидела, что Рейма довольно активно ведет социальные сети, Инстаграм и Фейсбук. Но что-то какая-то там отдача, конверсия очень маленькая. И можно, конечно, сделать там улучшение. Я дома посидела, составила несколько им идей, что можно улучшить, что можно сделать нового, интересного. И рискнула, написала, нашла в LinkedIn контакт маркетолога, главного какого-то директора женщины. Ей написала. Она мне довольно быстро ответила, буквально на следующий день. Написала, что мне нужно обратиться к другому человеку. И дала ее тоже контактные данные. Я ей написала другой женщине. И прошло только две недели. И после этого та женщина сказала мне, что обратись, пожалуйста, к третьему человеку, к третьему лицу. И вот с ней-то ты как раз можешь назначить встречу. Ван там, ты рядом с Хейсиньки. И приезжай, пожалуйста, в офис и обсуждай. Я такая, о, отлично. И в итоге я договорилась, назначила встречу с третьим контактным лицом. Это оказалась молодая девушка, 25 лет, которая также учится в Хага Хейли, только в поселе, в Хельсинки. И ей то же самое надо было писать диплом. То есть мы находились абсолютно на разных условиях. Но она полгода была, рабочую практику прошла в Рейма. И потом ее приняли на полноценную работу, на полную ставку. Поэтому она в тот момент уже активно работала. Те идеи, которые я показала этой девушке, ей очень понравились. А должность она занимает помощник-маркетолога. Ей все очень понравилось. Ей рассказала, что я хочу для них сделать. Она сказала, давай, делай. Вот так вот. У меня даже был влог с этого дня, когда я вышла довольная, светило солнце. Я была очень рада, что они меня приняли, что им понравились мои идеи, что мне дали зеленый свет, и я могу идти и писать диплом. И все последние 4 месяца я очень мотивирована, очень воодушевлена тем, что я сама нашла компанию. Эта компания очень крупная. И, в принципе, есть, возможно, есть какой-то небольшой шанс, что сотрудничество с ними продолжится. Возможно, я смогу устроиться к ним на работу. А может быть, в каком-то другом формате будет наше сотрудничество. Но буду потом уже смотреть по итогам. Было бы, конечно, неплохо. Вот. Тема. Тема моего диплома называется по-английски. Звучит она как По-русски это значит привлечение и удержание клиентов посредством маркетинга в социальных сетях. Вот такая тема у меня. Получилось у меня ровно 70 листов. Это довольно много. Вообще, среднее количество страниц в дипломе варьируется в районе 40-60. И 70 даже многовато. Я не знаю, что мой преподаватель скажет. Но вообще, я не знаю. На самом деле, просто я очень много исследовала. Я применяла методы исследования. И, возможно, конечно, из-за этого делом так разросся. Первый метод исследования у меня было интервью. Одно интервью я провела с вот этой девушкой, с помощником маркетолога Врейма. Ее поспрашивала. Все это записывалось на телефон, на диктофон. И потом нужно было сидеть дома-дома, очень много анализировать, переслушивать, записывать, транскрибировать. Это тоже очень занимает много времени. Но это надо делать. И еще два интервью у меня было. Я нашла две компании, две маркетинговые компании, которые помогают другим компаниям раскручиваться в социальных сетях. Помогают им разработать стратегию. И все в таком роде. То есть я опросила две компании и трех сотрудников. То есть это было еще два интервью. Второй метод исследования у меня называется бенчмаркинг. Бенчмаркинг – это сравнение, сопоставление, например, работы двух отделов в одной компании. Или же вы берете и вашу компанию и сравниваете, проанализируете деятельность вашей компании с вашим конкурентом. Так я, в принципе, и сделала. Я нашла несколько конкурентов Реймы. Остановилась на одном самом крупном. И проанализировала деятельность конкурентов Реймы в социальных сетях. В Фейсбуке и Инстаграме. В Инстаграме для этого есть сторонние ресурсы, которые предоставляют вам всю полную статистику. И вы просто смотрите, анализируете, кто лучше, кто хуже, почему, как, до чего. И третий метод исследования у меня был опрос. Я сделала опрос сначала на английском, потом его перевели на финский. И я опрашивала родителей, которые живут здесь, в Финляндии. И моя телевая аудитория была родителей в возрасте 25-55 лет, у которых были дети до 12 лет. В общем, Дэнни балуется, хочет маминого внимания. Так что надо поздравляться, буду быстренько. И что в итоге у меня получилось? В итоге, в своем дипломе, в заключении, я получила ответы на два поставленных мною вопроса. Первый вопрос был, звучал как, какие социальные сети наиболее выгодные, наиболее благоприятные для развития, для привлечения клиентов для Реймы. И второй вопрос, какой контент Рейма должна опубликовать на этих социальных платформах для того, чтобы привлекать клиентов, для того, чтобы клиентам было интересно, полезно, разнообразно посещать вообще странички бренда и как-то взаимодействовать с брендом. Это самое главное. В итоге получилось, что Facebook и Instagram, они довольно активно себя там ведут, очень часто делают публикации. Но вот взаимодачи от тех людей, на которые на них подписаны, очень-очень мало. И, значит, это был первый ответ, то, что Facebook и Instagram подходят для них, и они должны там развиваться. И немаловажно то, что я придумала сам контент, который Рейма должна опубликовать, то, что привлечет клиентов, то, что будет интересно, полезно, нужно клиентам. И посмотрим, как Рейма на это отреагирует. Но я прям очень-очень рада. Я изучила эту тему очень подробно, контента в плане. И прям-таки набралась знаний, поэтому этот диплом прямо меня так воодушевил, зарядил энергией, какими-то надеждами. Я смогу начать новую карьеру маркетолога, так что я очень-очень рада. И даже если с Рейма ничего не получится, то буду искать также другие компании, анализировать их активность, деятельность, связанную с маркетингом. Находить для них новые решения и приходить с этими решениями в компанию и предлагать, продавать свои идеи. Мам, я буду идеи. На работу вот Дэнни собрался, видите. Все хотят у нас работать. Мама хочет работать скорее. Дэнни. Дэнни уже устал. Так, что вам еще рассказать? Следующий этап. Это после всех завершений, после всех правок, диплом отправится на проверку, на плагиат. Я загружу на специальный сервер. И сервер покажет процент, все совпадения, фразы, предложения, которые вот он сочтет как плагиат. Конечно, чем меньше этот процент, тем лучше. Но даже если там будет несколько процентов, то это ничего страшного, потому что там какие-то фразы, конечно же, могут совпадать из интернета. Или также он считает плагиатом даже цитаты. То есть то, что вы официально берете в кавычки, он туда тоже все как бы считает, что это откуда-то списано. Но это ничего страшного. После того, как преподаватель устроит результат проверки на плагиат, вы должны будете, студент должен будет сдать экзамен на... Я даже не знаю, как его по-русски объяснить. Это экзамен, знаете, на проверку, на то, что вы писали. То, что вы писали диплом, а не кто-то за вас. Поскольку официальной защиты диплома нету. И все, проходите этот экзамен. Также диплом читает как минимум один, а то и два человека, оппонента. И потом, когда все-все-все вы прошли, загружается диплом на специальный сервер, где собраны дипломы по всей-всей Финляндии, со всех университетов, все специальности. И к ним есть доступ. То есть вы можете его найти, все могут его найти, прочитать. Это открытый ресурс, это обязательное условие. Есть такое немаловажное условие, то, что при работе с компаниями в дипломе указывается, конечно, довольно много или какая-то часть конфиденциальной информации. И компании не хотят ее разглашать. Тогда у студента есть такой вариант, как удалить из диплома, например, название компании. То есть написать компания X, продукт X. Удалить какие-то части прямо диплома. И тогда уже загрузить в таком виде диплом на сервер. Рейма не хочет тоже открывать довольно много информации, которую я указала в дипломе. Поэтому мне надо будет что-то тоже с этим делать. Я тоже еще это поговорю, обсужу. А, и забыла добавить самое главное и самое вообще классное. Это то, что я придумала для Реймы еще в октябре. Я придумала для них очень классный проект, который они могут реализовать. И тем самым и зарабатывать, и привлекать клиентов. Я, конечно, не буду раскрывать. Но это очень-очень классно. Если они его когда-нибудь применять, я с вами обязательно поделюсь. Да, да, осторожно. Но это моя идея. Прямо ниоткуда я ее не списывала. Нигде я ее не видела. Очень здорово придумала. И, кстати, в октябре я говорила девушке, помощнице маркетолога, об этой идее. Ей очень понравилось. Она сказала, что очень классная. Я ее уже присылала. И так же добавила этот проект в свой диплом. Я им очень-очень горжусь. И прям вообще, ребята, я очень-очень рада. Я сама все придумала. Нашла компанию. Поэтому я очень-очень счастлива. Не знаю, что я получу. Даже если получу четверку. Конечно, я хочу пятерку. Пятерку, что говорить. Ну, это если будет четверка. Самое главное, это то, что в моей голове. То, что у меня прям голова генерирует идеями. И что я вижу, что я двигаюсь в правильном направлении. Это прям меня просто окрыляет. Все, ребята. Бейте, ребенок. Ребенок хочет моего внимания. Я уже столько раз говорила. Давай скажем ребятам пока тогда. Пока. Пошли отдыхать. И до новых встреч. Пока, пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok